Родственники повадились на нашей даче отмечать все праздники, иногда даже без нас. Родственники, что с моей стороны, что со стороны мужа, совершенно берега потеряли. Мы, конечно, люди гостеприимные и добрые, но нам не нравится, когда нам пытаются сесть на шею. А наша родня именно этим и занимается. Дело в том, что мы три года назад купили дачу. Нам с ней никто не помогал, зато теперь родня повадилась все праздники отмечать там. Нас даже уже спрашивать перестали. Наши с мужем семьи сугубо городские жители. Ни у нашей семьи, ни у семьи мужа никаких дач и домов в деревне не было, и по этому поводу никто никогда не переживал. Копаться на грядках наши родственники не любят. Мы не так мало зарабатываем, чтобы еду выращивать, считают мои родители. Свекры придерживаются такого же мнения. Проще купить, ведь сейчас этим проблем уже нет. А вот на нас с мужем произошел сбой. Мне всегда хотелось жить подальше от города, чтобы свой дом и никаких соседей над головой. А мужу нравится копаться на огороде. За все цветы в нашем доме отвечает именно он. А когда на балконе стали появляться помидорная рассада и зелень, стало понятно, что пора думать о покупке дома или дачи. Дом мы пока не тянули, да и сомневались, а сможем ли мы там жить. Это только на первый взгляд, там все просто и легко, а на самом деле работы в доме в разы больше. Поэтому мы решили, что сначала купим дачу, проверим, можем ли мы жить вне города, а потом уже будем смотреть. Три года назад мы наконец-то смогли купить вожделенную недвижимость. Дача была в хорошем состоянии, но лет пять стояла пустая, поэтому пришлось кое-что менять и обновлять. Даже теплый санузел пристроили и веранду застеклили. Делали все своими силами, родственники помощи не предлагали, только посмеивались, что сами на свою голову да куку нашли. Мы о помощи не просили, если честно. Но отвечать на глумливые вопросы по поводу нашего имения порядком притомились. В прошлом году на майские мы пригласили родню к себе на дачу. До этого там бывали моя сестра с мужем, но на тот момент была активная фаза строительства и внутреннего ремонта домика, поэтому выглядело все неприглядно. А тут все работы завершены, муж себе даже стационарный мангал сложил и беседку до ума довел. В общем, было куда позвать родню. Родня согласилась неохотно, но приехала. И родители наши были, и моя сестра с мужем, и заловка с мужем и детьми. Все внезапно оценили нашу дачку по достоинству. Если бы мы знали тогда, во что это нам выльется, то не стали бы никого приглашать и переубеждать. А после майских на нас посыпались просьбы отметить у нас на даче дни рождения, годовщины, профессиональные праздники и все остальное. Наверное, мы бы с мужем даже не стали особо протестовать, если бы родственники вели себя нормально. Но обычно все заботы по подготовке и уборке территории лежали на нас с мужем. Приходилось приезжать раньше всех и уезжать позже всех. А во время праздника бегать, приносить, уносить тарелки, следить за мангалом, подсказывать, что где находится. Мусор и посуда после праздника тоже были на нашей совести. Люди же отдыхать приехали. Такое отношение стало бесить, особенно когда просьбы перестали быть просьбами. Нас просто ставили перед фактом, что в следующие выходные у нас на даче будет какой-то движ. И без нас никак, ведь мы же хозяева. Но последнее было довольно условным, как оказалось. Моя сестра пошла дальше, она туда приезжала с коллегами, чтобы отметить какое-то их событие. Дубликат ключей она взяла у родителей, а нас никто в известность поставить не счел нужным. О том, что на участке были гости, мы заметили сами. На участке пакеты с мусором, которые уже разворошили животные, птицы и ветер, в самом домике в раковине посуда. За неделю вода застоялась и стала ужасно пахнуть, а на остатки еды повылазили мухи. Выяснить, кто там хозяйничал, труда не составило. Ключи были только у нас и моих родителей. Им я и позвонила. Мама отпираться не стала и сказала про сестру. Та тоже ничего скрывать не стала, не видела причин. Да, приехали и отдохнули. А что такого? Нам не сказала, потому что беспокоить не хотела. А про мусор и посуду она просто забыла. Собиралась приехать и убраться, но не сложилось. Потом было, что занимаемся мы в субботу своими делами у себя на даче. Как подъезжает несколько машин, откуда выходит заловка с детьми, и еще несколько мам с детьми. Эта заловка решила помочь подруге и предоставить нашу дачу для проведения детского дня рождения. Заловка заявила, что они все потом уберут. Мы можем не переживать и вообще не обращать на них внимания. Но трудно это сделать, когда по участку носятся семь шестилетних детей. Муж выпроваживал сестру с ее подружками сам. Заловка же на нас еще и обиделась, что мы ее подвели и подставили перед подругами. Решили с мужем, что пора прекращать эту порочную практику. Ключи теперь хранятся только у нас. Никаких чужих праздников и чужих гостей на нашей даче. Только по нашему личному приглашению. Родня на нас обиделась. Мы ведем себя не по родственному. Это же всего какая-то дача. Вот пусть себе какую-то дачу купят и делают все, чего душа пожелает. А на своей даче хозяйничать будем только мы. На этом завершается наша жизненная история. Спасибо, что уделили ей время.